Здорово, братишки! Саечка за испуг! Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире Давай поженимся! Роза, Вася, у нас сегодня такой жених красавец С барсеткой, весь в перстнях Просто здрасте, 90-е Поэтому удачливая Ольга, капризная Алена и рукодельница Яна Думаю, не откажутся от экскурсов в 90-е Но сначала давайте с женихом познакомимся Даже без тебя я никогда не буду один Ибо где-то существуешь ты Эти слова я посвящаю той единственной В конце концов, с которой буду вместе Со мной мой друг Дмитрий Белые розы, белые розы Быстрее к нам сюда! Геннадий, 37 лет Первую возлюбленную вернул родителям из-за плохого поведения А вторая ушла сама Геннадий военнослужащий Кандидат в мастера спорта по регби Ходит в театры, музеи И с удовольствием посещает дискобар 90-х Мечтает встретить женщину, с которой создаст Счастливую семью Геннадий не привлекает наглые и глупые спорщицы С искусственными губами Женится на жизнерадостной и веселой женщине Которая слушала группу комбинации На школьных переменах Носила яркие лосины И хоть раз влюблялась в парня в малиновом пиджаке Что это нас отделяет от вас? Что за корзина такая прекрасная? Хит 90-х, сирень Боже, какая Позвольте подарить эти цветы вам Мужики, дарите цветы просто так Вашим матерям, бабушкам, прекрасным женщинам Они любимые, они единственные А кому это вам-то? Матерям и бабушкам Мне значит Вашим женам, девушкам Мне значит Всем Мне бабушек очень понравилось За милых, за прекрасных, очаровательных Спасибо Я с большим удовольствием принимаю Дайте понюхаю Хотя бы Пожалуйста Я вам немножечко по цветочку-то дам Ну давайте, давайте Постаньте себе Ты же еще не бабушка, Рос А я уже практически одной ногой бабушка Так что принимается, да Скажите, Геннадий Вот эта любовь, сохраненная 90-х Потому что были счастливы в то время, как никогда Почему? Вдруг сохранили 90-е это самые веселые годы Это хит Это куча эмоций Я был спортсменом Ездил на соревнования Это школьные годы Это видеомагнитофоны Кассеты Видеокассеты Если кассета рвалась Помнится, клеили ее Значит, лаком для ногтей Появлялись А пункты проката Где можно было посмотреть Пункты проката появлялись Все самые Смотрели все Мы же были фанаты Такие голодные до кино Видно, что человек он серьезный Слушайте, а я Помню, снималась у Владимира Хатиненко Со Светой Крючковой Патриотическая комедия И спальный вагон И я заработала вместе со Светкой По целлофанному пакету денег То есть реально я заработала Целлофановый пакет денег А потратить их было не на что Потому что деньги были А купить было нечего Но это было что-то невообразимое Ой, а фильм был такой взрослый-взрослый Да, после голодных этих 80-х Посмотри А я-то Блондинка, кстати Какая чулка Боже, боже Одинокая белая женщина желает познакомиться А я была черненькая тогда совсем У меня короткая стрижка была Наташ, ты же помнишь Кто-то ходил в костюмы Кто-то в спортивных Бананы Ой, бананы А пиджаки с плечами такие Какие? Малиновые пиджаки А у вас был малиновый пиджак? Нет, у меня не было Он был приличный мальчик Спасибо А первые кооперативные рестораны Куда уже девчонок можно было водить И уже можно было не палиться там Перед родителями, друзей на дачах У которых ключи можно было взять там на выходные А уже совершенно себе легально Появились первые мотели, отели Ну и девчонки стали уже более вульгарным, так скажем С мини-юбкой А при чем все эти рестораны, кафе? А братков не хочешь вспомнить? Меня крышевали Мини-юбки тогда У меня была кожаная юбка такая на мой взгляд Нет, нет И вот такие гольфы длинные, черные А сериалы были чуждые Чуждые, которые исчезают Какие чуждые? Нет, чуждые на то время Ген, а Ген, слушай Я родила ребенка в 92-м году И кормежка у нас назначалась в зависимости от того Когда заканчивалась серия Богатые тоже плавят Дети надрывались Я лежала в роддоме Уже все просто прибывало молоко Маленьких детей Все бросали А Нянечка сказала Знаете, у вас тут дети каждый день родятся А я серию когда еще посмотрю? Я не повторяю Моя любимая героиня была Конечно же, Елен Елен Да А у меня была Джоанна любимая Мы очень часто менялись Потому что все, естественно, хотели быть Елен А что с любовью было? Куда водил? Была школьная любовь Но я к ней был равнодушен, честно признаюсь Поскольку я занимался спортом За мной много девчонок бегало Да и что у вас барситки-то? Все нужны документы, ключи от квартиры, деньги лежат О, барситка-то С тех лет осталась Я надеюсь, что барситка это только разовая на сегодня Ну, а вы же посерьезнее что-то было в жизни? Вот о чем прямо рассказываете? Было, но, к сожалению, ничего хорошего из этого не получилось С девчонкой, с которой я познакомился в гостинице Она сидела, плакала Я подошел, просто я неравнодушный человек А что вы делали в гостинице? Ну, был в командировке А печатчик не хотите снять? Ой, спасибо А то я смотрю, вы вспотели аж, Ген Да Ну и что, она сидела вся в слезах и в губной помаде Вся в слезах и в губной помаде Подошел, спросил, что случилось Она объяснила, что ее обворовали Она попросила найти ломбард Где можно было сдать ей сережки Денег, мы сдали эти сережки Денег на проезд ей все равно не хватало Я доплатил ей на проезд И она уехала Ну, общались в течение полтора-двух месяцев Мы по телефону общались Затем она сообщила, что все-таки собирается вернуться в Москву И попросила выкупить сережки Я, не вопрос, сережки выкупил Она приехала, какой-то период, тоже полтора-два месяца мы встречались А деньги отдала? Нет, конечно, я даже постеснялся назад свои деньги Как-то не было не по себе Ну, много-немного Влюбился уже, влюбился Я был, да, влюблен в эту девочку Она мне очень нравилась А девочка, и чего прямо? Девочка, девочка? Ну, Роза, это разве так важно? Тогда всех называют друг друга Девочка, малышка Для мерси девочки и бабушки и дедушки У каждой джинс разноцветные были И у всех разные У одной желтой, у другой зеленой У третьей красный, синий И вы ставили все так редком И шли, 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 шли Поехали на море Как тебе такое? Две тысячи километров на машине Жить в палатке Я буду добывать воду, жарить мясо на огне Будем сидеть при луне, мечтать Ну, предложил такой вариант Необычный Она сказала Да, это действительно необычно Я никогда так не делала Значит, мы отдыхали почти месяц Я заметил за ней дурные привычки Какие? Ну, бывало, она покуривала Что я категорически не приемлю А вы за ней не замечали? Нет, до этого Может, она покуривала Но при мне такого не было А здесь она, сидя при луне Смотря вдаль на кораблики ночные Она предложила расслабиться То есть она вела себя неадекватно, естественно, да? Да, кинулась на меня Бой был скоротечный Мне пришлось ее связать И посадить машину Отвести к родителям Там тоже она вела себя буйно Хорошо, знаете, хорошо Что вы расстались Не надо, это проблема родителей Глава, что спортсмен? Да? Вот это вообще главное, думаю Не пьют, не курят Если у вас не будет общих интересов Если ваша девушка не будет разделять 90-е И у нее будет все связано Самое плохое Потому что в 90-е Судьбы многих людей Как раз неудачно складывались Рушились отношения И все, теряли работу Были без денег Ну вот она будет совсем другой Из другого мира И скажет И барситка твоя раздражает И вот эта твоя походка И пиджаки Как-то давай уже возвращайся В 2014-й Между мужчиной и женщиной Считаю Но это мое личное мнение Есть таких, как в музыке Три кита, да? Все знают Марш, песня Так же самое Между мужчиной и женщиной Есть три кита Это общение Секс И взаимность К чему ты? А мне кажется Вот крайне неприемлемо Особенно для офицера Вот это вот Разлет с рубашки Предупреждайте причем Чтобы у вашей будущей невесты Не было ничего искусственного Губы Грудь Ноги Люблю все натуральное И так далее Вот, но губы и грудь Я еще понимаю А ноги искусственных Я еще не встречала Вот что имели в виду? Ну, некоторые любят удлинять Некоторые любят укорачивать Пусть все будет натурально Вот вам красавица 90-х Выбирайте, какая вам больше по нраву И покажите нам Чтоб мы знали С удлиненными ногами Есть такие росмастерицы сейчас Ну и что? Два же удлинять Не ваши А всех можно? Если б я был с ултан Всех? Прямо сразу? Ну, я даже То есть прям глаза разбежались Не можете выбрать Разбегаются глаза Да, это 90-е Это разрыв сердца Пусть будет вот это А ну-ка, теперь мне покажи Чтобы знать Лика Стар А надо выбирать троих На утро, на ночи Да? Как разбежал? Ставьте, у тебя барсетки хватит На троица Покуха У вас есть что-то общее Да Стою, которую он выбрал Лика Стар Да, обе блондинки В общем, мы поняли про ваше предпочтение немножко А я хочу сегодня еще всех немного развлечь И предложить гадание на артефактах 90-х Кстати, вам, девушке тоже И вашему другу Выбирайте любой пакет И показывайте, что там Ты мне же нагадал, молчать Пришлось молчать И что, сработало же? Ну чё ж, не сработало Так, Лариса Это напоминает напёрстки Табачные изделия Ларисе достались талоны на табачные изделия Это значит, что... Проблемы с табаком в семье Ну, вероятно, какие-то проблемы будут Это к нашему разговору А мне всегда хорошее достается До реформенной, до павловские деньги вроде достались Для нас как задавка Всё было по талонам По талонам, по талонам Я ещё была такая маленькая А я с бабушкой ходила талончики раздавала Там было с тобой по 4-5 Где-то так, когда были талончики Так Ну это хороши, что я с деньгами Пожалуйста Ну конечно, Рос Деньги к деньгам Это ж понятно Покрутил, погадал, думал шарик угадал Но это не то, что деньги там делают табак у меня, нет? Нет, это не делают табак Это вообще, скорее всего, в какой-то ситуации ты останешься в стороне То есть так будешь курить в стороне Так Это как раз джинсы-варёнки И процесс их производства Варили, да Да, вообще говоря, хочу сказать, что Вытащить это... Покажите, а я уже фирменные привозила в то время из-за границы Да, Лариса, они все прекрасно жили Некоторые варили вон в котелках Вот, посмотри Вот В кастрюлях в котелках В кастрюлях варили, да, вот Покажите, пожалуйста Просто фотографии процесса Фиолетовые лосины Лосины, да И майки, которые закрывали попу Как вы думаете, что джинсы-варёнки обозначают? Обозначают? Да Моду тех лет Нет, нет, это не просто мода тех лет Это значит, что жизнь у вас в ближайшее время любовная будет, пятнистая, мягко говоря, неровная Будет то вести, то наоборот Как всегда, короче Держитесь, да А я бы уже начала знакомиться Потому что уж так мне интересно, какие девчонки придут за вас борются А я не подожди, я самое главное не выяснила Про свои деньги-то я выяснила Всё-таки две свадьбы как-никак скоро будут Значит, давайте, что у нас, как у купца Барсетку вижу, но что-то про деньги не очень понимаю Хватает, не жалуюсь Кварти, куда невесту приведёте? Сейчас съёмная квартира в процессе будет собственная Ну что, придётся тебе тогда за любимым в шалаш Ну, у меня есть своя квартира В бункер Василис, ты обещала всех, кстати, на полароид сфотографировать Ну, вообще, я всех прям, я не могу Очень мало кадров осталось Ну, не знаю, не знаю А ты помнишь, какая это была ценность вообще? Да Ну, не знаю А сейчас это модно, знаешь, как я дочке на день рождения подарю А я тебе, Васька, заплачу Твоими жеными Ладно, улыбайтесь, улыбайтесь вместе Отдельно, не отдельно Отдельно, да? О Так, Роза, сдвинься правее Белые розы Так Давайте я уже вас щёлкну Проявляться будет долго Слушайте, это сегодня так круто В течение минуты Ты из дома принесла? Нашла у родителей дома Но эти пластинки очень старые И проявляться будут минут 30-40 Уже проверила с ребёнком дома Спасибо Сейчас это дико модно Просто дико модно Спасибо большое У меня была фотография, представляете, там с одним парнем Я взяла и отрезала Сейчас вспомнить не могу А кто же там был на той стороне? Больше-то не важно Ой, ну это тогда Полароиды были Нет, это классно Да, это было очень классно Диколароиды Ещё так фотографии нужно потрясти Мы тоже, да? У меня не было полароидов Нет Ну, не богаты вы Это уж извиняйте Как рентген вижу И ничего страшного Не богатый счастье Ничего страшного Поэтому берём невесту Которая живёт По принципу Нежели богата Не стоит и начинать В принципе Простую, такую хорошую, добрую Из 90-х Хорошо Нужна действительно добрая Причём для вас доброго парня Потому что вы и пожалеть умеете Со своей рыбной Венерой И, правда, и отругать умеете тоже Вы умеете быть придирчивым И на язык острым Я не думаю, что девушке Будет с вами просто Но то, что в сложной ситуации Поможете и поддержите И это и астрологические факты Ваша история об этом говорит Димон, а что такой взгляд-то, а? Дружок А он хочет быть на лемах На лемах похож из группы кармай Я хочу быстрее увидеть невесту Да? Давайте смотреть Давайте Через несколько минут Вы встретитесь с первой невестой Не пропустите В эфире «Давай поженимся» У нас в гостях Геннадий Встречайте первую невесту Здравствуй, Геннадий Меня зовут Ольга Я рада с тобой познакомиться В такой приятной атмосфере А это тебе подарок Я думаю, знаешь, что с этим делать Змейка, конечно Спасибо Очень приятно Это тебе Спасибо Проходите Какая клевая Ольга, 28 лет По образованию повар 4-го разряда Работает менеджером по персоналу Изучает английский язык И занимается дизайном интерьера Считает себя удачливой И мечтает о большом семейном доме Возлюбленный Ольги Брал ее с собой в качалку И даже плакал от любви Под песню «Одинокий голубь» На карнизе за окном Но вдруг Неожиданно Так же страстно Полюбил другую Надеется, что Геннадий Не обманет ее чувств Ольга, а у вас-то откуда Любовь к 90-м? Вы-то откуда знали? Вы были лялькой маленькой? Ну, как сказать лялькой маленькой? Я, в принципе, застала конец 90-х Это 97-й, 98-й и до 2000-х Это первые дискотеки То есть меня отпустили на дискотеку Когда мне исполнилось 13 лет Разрешили побывать Получилось так, что я в тот период жила в деревне А деревенские дискотеки, как вы знаете Самые зажигательные Вот И, в принципе, на этой дискотеке Я и познакомилась со своей первой любовью И так все у нас завязалось И под какую музыку мучились? А мучились, знаете, откуда заставка К этим сериалам Просто Мария потом вышла Помните были, она куда-то убегала Потом ее там какой-то Педро догонял Валил ее в траву На нее И целовал Ее обнимал И она же так хихикала И она из-под него вытекала И мой сын маленький, года два, сказал Лара, почему они так мучаются? С тех пор Вот вы мучились-то под какую музыку? Ой, у нас как раз был Мумитроль Уже вышел в то время Да-да-да Первые песни Утекай И дискотека-авария Самая наша любимая Руки вверх Это был восторг Ну, мне кажется, он прям Еще более робкий стал Как-то долго вышел Прям подзажался Мне вот ближе уже к той любви От которого ребеночек родился Это уже произошло в Москве Когда я приехала в Москву жить Это я уже закончила школу А вы сами откуда? Я родилась в Вологде Но практически всю свою жизнь Прожила в Москве Замуж не вышла из него? Я вышла из него замуж И через 9 месяцев, как положено Я родила первую свою дочь Ульяну И куда он делся? Получилось так, что в браке Мы прожили 4 года В браке у нас родилось двое детей У меня погодки Да, у меня двое детей Ульяночка Ульяна, а отчество какое? Франковна А мальчик как зовут? Стивен Франкович Да Вот что такое Стивен? Вообще не русское имя Может быть из боевиков Стивен Ну практически Популярный был актер Получилось так, что когда мы выбирали имя Очень много Васи, Пети, Саши А Фрэнки откуда у вас муж-то? Он русский Ну с армянскими корнями У него армянские корни И армянская свекровь разрешила называть внука Стивен? Нет, свекровь у меня русская Русская свекровь Сын Франк И где этот возлюбленный муж? Вы знаете, у нас просто Полюбил другую? У нас съела бытовая Естественно, двое детей Он один работает Я целыми днями занимаюсь детьми Ну, можно, если так сказать Превратилась в курицу Да, у меня дети У меня заботы У меня дом Я еще такой человек Я не могу сидеть дома Мне нужно работать Мне нужно еще 10 дел переделать Какие у него были к вам претензии? Я была плохой любовницей Можно так сказать Конечно, вы с двумя детьми И поэтому он пошел налево И поэтому он пошел налево Из-за работы уставала, да? Я сейчас Любить, не буди Да Да, да Я вечером уже все Я хочу спать А он думал, что все будет как в первый день Вот мужчины дураки Они все так думают С другой стороны, он надежный Для двух детей Может стать хорошим Для папы, если она готова Родить ему еще детей Почему нет? Да Так вы же вообще со свекрови живете-то Да, у меня получилось так Что когда мы разделились Сейчас живете со свекрови Да, представляешь? Потому что не с кем сидеть детка Он когда ушел Нет, когда он уходил Он, естественно, оставил жилье мне Выписался? Нет, нет, нет Он не выписался Значит, это еще У вас ничего нет? Ну, можно сказать Нет, у меня есть Двое детей? У меня есть земля в Нижегородской области Потому что был дом Но он сгорел А как молодая женщина Родив двоих детей в браке Могла еще и успеть Чего-то заработать Очень много к 28 годам Нет, только когда же она заработает С двумя детьми-то А сейчас сколько детям? Семь и шесть А, кстати, вы А куда вы поедете? У вас двое детей Они только в школу пошли Если мне переезжать Значит, вы к нам Как к свекровушке? Как свекровь на это посмотрит? Нет, нет, нет К свекрови нельзя Что значит, нельзя? А куда? А нам куда? Будем решать жилищный вопрос Мужчина должен решать Мужчина должен вести Она рожает, а чужих А мужчина чужих должен решать Просто она не навязывает своих детей Она говорит У меня такая ситуация У меня такая обстановка От предыдущего брака Двое детей Если бы он готов Он бы сразу сказал Да, для меня это значение не имеет Для меня нужна девушка, женщина Вытягивайте любой пакет Или подумайте о том, какой вытягиваете Я вас пока сфотографирую на память А то наши пластинки долго появляются А давай-ка Уже поздно Не успела Смотри-ка Под цвет Действительно Да-да-да-да Мы с женихом не стали вас фотографировать Пакет какой Показывай Под номером Вот этот? Раз, два, да Третий Так, что же Вам достались жвачки С предсказаниями Потому что они надуваются хорошо И с детства в основном И потому что там еще бумажки С предсказаниями И я всегда им верила Этим бумажкам А с этими бумажками еще и играли А теперь вы в свою очередь Подарок для нашего сюрприз Да, я хочу окунуться в дискотеку 90-х Пригласить тебя на зажигательный танец А мои друзья помогут мне в этом Спасибо Браво, браво Спасибо вам, дорогая Это же просто моменты, которые Кто бы мог подумать Вот так вот живая легенда Та песня, которая определяет 90-е Американ бой Два кусочка колбаски А вы-то старгируете по тем временам, честно? Ну, конечно, иногда Помните, как зарабатывали-то? Вот фонограмму-то по всей стране Нас дурят вот этим Вот этой пошлостью Можно сказать За мешками, видать, деньги-то загребали Не мешками, не мешками Мешками загребали Сейчас слушаются, как наши Да, да, да В коробке из-под телевизора зарплату выдавали А что вот пожелали вот человеку, который ваш ровесник и не хочет выбираться из того времени? Я их очень люблю, кстати, вот всех мальчишек 90-х, ну мальчишек, да, берем в кавычки небольшие Сейчас уже все дяденьки солидные, замечательные Ну так посоветуйте что-нибудь Приложитесь к нему на счастье А давайте сфотографируемся А давайте начать у вас, Василиса Правда Может быть, я намечтала об этом всю жизнь Всю жизнь мечтал сфотографироваться Конечно, давайте Когда еще такой шанс будет Я прямо это, зарделась Только Геннадий, улыбайтесь, умоляю Боже, боже Спасибо, спасибо Но это не скоро будет Уж не знаю, Татьяне ли отдавать эту фотографию компрометирующую Или все-таки у Гены она останется Нет, ну пусть у Гена останется Он будет спать Спасибо, дорогая, проходите Спасибо Спасибо Ну что, уже от поцелуя, небось, не забыл Кто из невест здесь все был Ну, помнится, Ольга была Ну и как она? Красотка такая Красивая, стиль 90-х Как и раньше, одевались лосины, встречи, прически Но так Это все поощримо Но при этом он поменялся, когда пошел разговор о детях Он начал нервничать Он забегали глаза, у него задергались губы А потому что я ответил на вопрос Готов он к детям или не готов? Он как-то съехал с этого вопроса Мы так и не поняли Она не просто мама двух детей Она юная и прекрасная мама двоих детей еще Да, к этому еще свекровь прилагается Бывший муж Прилагается И хорошо Если свекровь после разрыва Невестки со своим сыном Продолжая с ней жить и общаться Это о чем-то говорит нам все-таки Она хорошая девушка А куда я не знаю, что хищит негде? А дети-то уже выросли, между прочим Действительно Дети большие Не надо пеленки менять, распашонки и памперсы У нас в гостях Геннадий Встречайте вторую невесту АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадий, здравствуйте Меня зовут Алена Очень приятно познакомиться с вами здесь Я для вас лично сплела такой браслет Он из Камня Яшма Надеюсь, он вам принесет удачу, успех, благополучие Можно на нее садить? Спасибо, очень приятно Спасибо большое, проходите Спасибо, очень приятно Алена, 33 года Сейчас в декретном отпуске И помогает маме в семейном бизнесе Уликается фото- и видеосъемкой Слушает спокойную музыку И каждую неделю ходит в фитнес-клуб Гордится своей дочерью и мечтает видеть ее счастливее В 90-е покоряла мужские сердца джинсами Монтана И супом из куриных кубиков Спустя годы стала использовать другие приемы обольщения Надеется, что Геннадий их оценит Аленочка, что это за пакетики? Вода... Ты не узнаешь? А это для вас... Юга, наверное, звука Конечно Да, это прекрасные напитки Но перед этим я хотела бы вас поздравить, милые дамы Надеюсь, эти украшения, которые изготовлены собственноручно Украсит ваш гардероб Но перед этим я бы хотела предложить, чтобы вы выбрали сами свои цвета Ну, Лариса, конечно, золотое Это Васина Ну, у меня цвет сексуальной неудовлетворенности Да, пока вы просматриваете, я вам приготовлю вкусный напиток, как это было в 90-е годы Надеюсь, Василиса знает, какие камни были изготовлены в этом, да? Бирюза вообще мой камень Спасибо вам за это попадание Это малахит и это авантюрин у вас Авантюрин, а это что? Авантюрин, авантюрин, надо сказать, это камень соединения Венеры с Ураном Дай-ка покажи-ка мне, пожалуйста, такой Это как раз про секс Вы угадали, кстати, при выборе? Это, если честно, про случайные сексуальные знакомства Слушай, прям то, что надо, уходила! Это ты сама выбрала А то, что вы сейчас разводите, мой ребенок в 90-е годы называл яд крови Слушай, она еще нашла, а сейчас эти пакетики Может быть, они у нее хранились с тех пор? Тогда выбирайте уж и вы, пожалуйста, свой конвертик Первый Вот тот, который ближе всего к вам? Так, посмотрим, посмотрим Ага, вам достались те самые пресловутые кассета и ручка Отлично! А знаете, почему перематывали кассету-то на ручке? Быстрее, чтобы батарейки не садились Что правильно, чтобы экономить батарейки Покажите Знаете, как это делать? Джо Кокер 96-й год Притивуман Да, это было тогда именно так А вы знаете, к чему это в гадании? Мотать нервы мужчине Как раз очень, как с подарком перекликается Расскажите, откуда ребеночек появился у вас совсем недавно? Прекрасная дочь Жене 90-е Сюзанна ее зовут Да, мне посчастливилось встретить отца Вы почти сразу стали с ним жить Вам нравилось все готовить для него, убираться Да, мне было приятно, потому что, во-первых, возраст Во-вторых, я в него очень влюбилась Ребенок был запланирован? Нет Потому что только вам хотелось в 30 Дело в том, что... С хвостиком ребенка Мне хотелось, у него была семья И мы говорили об на эту тему Семья? Он женатый? Нет, он разведен То есть у него была, до вас, у него была У него свои дети были уже? Да, да У него были свои дети И он очень сожалел, что так у него случилось Что они развелись И поэтому он очень мечтал о создании новой семьи Мы об этом говорили Он не думал, что так быстро Он не думал, что так быстро Появится, да Слушай, он вообще от нее взгляд не отрывает Да, вообще-то, смотри Очень, мне кажется, она ему понравилась УЗИ подтвердилось И буквально второй день Он меня пригласил к себе Мы с ним поехали в автомобиле И где он сказал, что нет, Алена Старше вас? Я не готов Да, ему на тот момент было 37 Ну, мужчины бывают такие малодушные И вот он струсив сказал, избавляйся И еще какие были претенды к вам Он сказал, избавляйся Что ты все специально подстроила Да, он мне сказал, что ты все спланировала Хотя, каждую ночь у нас была полноценная ночь И мне было удивительно это И он сказал, как это так? Я думала, что ты не сможешь иметь детей Ну, так, а вы решили рожать вместе с мамой? Конечно, нет, мама есть ни при чем Я сразу решила рожать Я говорю, я благодарна тебе Я очень тебе благодарна Я очень хочу детей От тебя мне ничего не нужно И я хочу твоего ребенка И друг дома не встречал? Нет Я ему отправила смс, что родилась дочь Прекрасная девочка Возможно, ему с ней было комфортно Она готовит, она убирает, она стирает Ты знаешь, мужчинам особенно в 37 Им данная ситуация комфортно Никому никогда не помешает домработница Я так думаю, что вас не пугает Потому что глаза у вас загорелись Все вам это мило нравится Фото в стиле 90-х, на память Потому что даже если Геннадий Ну, например, так Даже если Геннадий вас не выберет Я считаю, что он очень пожалеет А конвертик? А конвертик уже был, кассета Конвертик уже был Конверт был, но не было сюрприза Геннадий, я предлагаю вам окунуться в те 90-е Прочувствовать конкретно те времена Как мы ходили в гости друг к другу Слушали музыку и танцевали Пожалуйста, приглашаю Немножко в сторону дайте Я жил по старинной привычке И свой ритуал не менял Но стал целый мир для меня безразличным Когда я тебя потерял Я жил ни святой, ни провидец Удил и тебе изменял Всех женщин я до смерти возненавидел Когда я тебя потерял Позови меня, в ночи приду А прогонишь прочь, с ума сойду Всех из памяти сотру друзей Лишь бы ты всегда была моей Позови меня, в ночи приду А прогонишь прочь, с ума сойду Всех из памяти сотру друзей Лишь бы ты всегда была моей Шло время в игре бесполезной И кончился дьявольский бал И понял тогда, что стою я над бездной Когда я тебя потерял Ладно, идти к нам К нам, на пауз мы подвинемся Всех из памяти сотру друзей Лишь бы ты всегда была моей Лишь бы ты всегда была моей Лишь бы ты всегда была моей Спасибо, спасибо, Влад, к нам, к нам идем Молодец, молодец Ой, живой Влад Сташевский, живой Боже, боже, привет Сколько детей зачалось под вас? Сколько эротических фантазий Сколько девочек мечтало о детках, похожих на вас Что там, в 90-е было, наверное, прохода не давали, Влад? Ну, да Да? Ну, смотрите, совершенно фанат ваш сидит Уже такой Ну, очень приятно, очень здорово Я вообще хочу сказать, что я сейчас нахожусь на любимой передаче своей тещи и своей мамы Ой, как это прекрасно Мне уже здесь комфортно и здорово А пожелайте что-нибудь Ну, я тебе желаю найти свою судьбу Спасибо большое, Влад А нам очень приятно, что вы к нам зашли Спасибо вам большое Надеюсь, не в последний раз А сфотографироваться А сфотографироваться, скажем, пожалуйста Тем более фотографии такого качества, что все равно потом никто себя не узнает Да-да-да, так Еще одно фото в стиле 90-х Оп Спасибо 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 Приятно Я все время расслаблю Ну, что невеста? Аленка Чем-то напоминается фьюротара Хуто-хуторянка Невчоночка-смуглянка То есть понравилось? Да Он такой прям обаятенный, нежный вообще Он так на тебя смотрел, вы когда разговаривали Очень обаятенный, на самом деле Он вообще не отрывал от тебя взгляда Очень обаятенный, девочки Это вообще Пахнет от него так приятно Геннадий Знакомьтесь с третьей невестой Проходите Здравствуйте, Геннадий В 90-е прошло мое детство И у меня тоже есть очень много приятных воспоминаний У меня для вас есть подарок В свое время человек, обладавший этим Считался самым крутым в школе Я надеюсь, вы тоже вспомните, что это такое Да, да, Тетрис, я помню Это не Тетрис, это собиратель яиц и волк с корзиной Волк Спасибо, очень приятно И каждый стремился набрать множество очков Спасибо Это для тебя Спасибо Яна, 29 лет Руководитель отдела персонала в сети магазинов одежды Изучает испанский язык, увлекается латиноамериканскими танцами И любит рукодельничать Предупреждает, что по выходным спит до полудня В юности не могла себе представить мужчины Прекраснее Марио из одноименной видеоигры Но жизнь показала, что с чувствами играть нельзя Надеется, что Геннадий превратит ее жизнь в сказку Да, дорогая моя И как вы говорили, короче, сколько яиц поймали в этой игре? Я всегда стремилась к той недостижимой сумме То ли в тысячу, то ли еще кто-то Ее никто не мог достичь У меня муж набирал тысячу Тысячу в яиц А разве сейчас можно это купить? Можно, но это очень раритетно И продается вот Либо в каких-то закрытых магазинчиках винтажных Либо вот с рук очень дорого А о 90-х тепло вспоминаете? Тепло Там прошло мое детство И мы уже обсудили музыку Мы уже обсудили песни Я лично помню, что мы в 90-х детьми Мы постоянно пропадали Мы постоянно пропадали во дворах Такая улыбчивая невеста Красивая невеста, да С хорошим настроением Вы были замужем? Нет, я жила с мужчиной, но замужем не была А как вы с ним познакомились? Это... Нас познакомили общие друзья Мы поехали в горы кататься на сноубордах, лыжах Кто на чем катается Я катаюсь на сноубордах Был общий круг знакомых Ну и там промелькнуло чувство Которое очень быстро переросло В совместное проживание и отношение Дебилка Ничего поймала Роза, ну нельзя же так Вот разве можно так С чувствами других коллег Я же говорю, азартная игра Ей лишь бы не работать Поэтому, Ян Дорогая моя И у вас начались отношения Вы стали вместе жить Да, мы жили вместе Человек был из другого города Из Санкт-Петербурга То есть у него была там семья Работа временная в Москве Привет, я еще раз убью Яйцеголовая Вот Работа была временная в Москве Ну и чтобы Ну как-то так сложилось Что у меня есть квартира И мне ее дали для того, чтобы я там строила семейное счастье И это было не зазорно Когда мы были в Москве Мы жили у меня Когда мы приезжали в Питер Мы жили у него в квартире Как узнали, что у него Девушка бывшая Вдруг снова нарисовалась У него не то, чтобы нарисовалась Бывшая девушка У нас два года были идеальные отношения Ни одного конфликта Ни одной ссоры Нас друзья смотрели Как на некое удивление То есть они там уже подкалывали нас Мол, а колечко А свадьба А что, а как, а где Ну тогда какая причина? Он решил, что те отношения Для него вот были вот ах Мне кажется, что Яна уже У нее все отболело И она готова к новым отношениям Материальный достаток мужа Важен вам или нет? Вы москвичка с вами? Да, я москвичка То есть вы с мамой живете? Нет, я живу одна Отдельно, да? А значит, что нам квартиру-то покупать? У нас он невест с приданным Уже с квартиры А кстати, вот вы в Примаке пойдете? Пойду О, а мама что скажет? А мама очень лояльна у меня Она сказала, мы тебе квартиру купили Строй там свое семейное счастье Ну, правильно, 29 лет Тут же, конечно Нет, она мне до этого говорила Когда я в 23 от них сбежала И сказала, я буду жить отдельно Ой, нравится Хорошие родители, молодцы Ярочка, выбирайте, пожалуйста Конверт себе по душе Какой почти? Я выбираю вот, который не очень пухлый А вот следующий за ним Вот я тоже думала Хотя ладно, давайте, давайте Может нам крупный вещь? Ну вообще, конечно, мы откроем вам тот конверт Но здесь была баночка с Аланом Чумаком Тоже привет из 90 Но вы ее не выбрали Выбрали вы видеокассету Причем видеокассету дошла Взрыв из прошлого Значит, что жизнь у вас в ближайшее время будет бурная И вот смотрите, он даже смотрит не на нее А опять же на ведущих Значит, да, не елкнул у него ничего Качество ужасающее просто А что, не получилось? Все закончилось Наверное, закончились кассеты Помните, как они быстро заканчивались? Как дорого стоили? Ну я вам могу подарить свою фотографию Давайте, я с удовольствием Сейчас Яночки на память Вы приобрели реалитетную Спасибо большое Вообще я не фотографирую Я не подписываю Спасибо А теперь с вашей стороны А теперь сюрприз С моей стороны Вы же обсудили, что в 90-е у нас Появились видеосалоны Появлялись кассеты Появилась первая реклама Я честно старалась Находила эти ролики И сделала подборку Па, па, па Моя вторая мама Сколько там набежала? Волновался Леоня Фу, ё-моё! Куплю жене сапоги Завести нам ребёнка Но ты прокупайся У вас это не ремонт Ответила Мария Какая ты добрая Какой ты хорошая Мария Силер! Три! Херши кола Кулс Победы I'll be back Круто! Нет, ну правда Просто Эксперс Молодость Ностальгия Это невозможно Правда Спасибо вам огромное Пожалуйста, я надеюсь, что понравилось Да, и мы надеемся Дайте нам время сейчас подумать К кому пойдёт Геннадий Проходите в свою комнату Спасибо Что скажем о девушке, Яне? Специально на закуску готовили Понравилось? Обходительное Понравилось Он тебе понравился? Он мне понравился, но я знаю А если вот он зайдёт и выберет тебя? Я скорее всего не выйду, нет Как тебе? Ну, Яночка хорошая Из хорошей семьи Уж мне тяжело, конечно Уж меня просить квартирный вопрос Вот если бы вы оба начали с нуля Либо тогда она сдаёт свою квартиру А вы зарабатываете на вас двоих Давай посмотрим на ситуацию с другой стороны Давай У неё управляет браком козерожий Марс Это значит, что ей хорошо подходят госслужащие Чиновники, военные Вот как раз Геннадий у нас имеет непосредственное отношение к государству Поэтому я думаю, что вы вполне могли бы с ней столковаться Если вы не выберете Яну Я хочу ей дать совет на будущее В Яне очень много чувствительности Она эмоциональный человек Но при этом не всегда нежный с мужчинами Вот если эту эмоциональность трансформировать в нежность Я считаю, что её оторвут с руками просто Причём именно те, кого она сама пожелает Мне кажется, этим рождаются Это приобрести невозможно Можно хотя бы научиться это играть Вот, да Я соглашусь Дима, кого советуете? Ну, я знаю, что чисто внешне понравилось Точно знаю Генины вкусы И понравилась Ольга Но, сами понимаете, двое детей И свои И в барсетке действительно не так много денег Тогда к кому? У Ольги двое детей Она ему нравится Мне кажется, ёкнула именно с Аленой Вот именно Алена подходит ему И по возрасту То есть одного ребёнка он потянет? Всех потянет? Нет, в принципе, и всех потянет Ну, просто вот располагает Алёна Потому что, во-первых, близко по возрасту И... Ну, она более такая домашняя Тебе понравился жених? Приятная очень, да А если он зайдёт в нашу комнату? Ты выйдешь за ним? Я думаю, да Вам, как купцу, в общем-то, особо предложить нечего Ну, а Алёне особо и выпендриваться нечего Поэтому соединяйтесь, вместе стройте Дом — это не только дворец, про который там бредят все молодые девчонки из провинции Дом — это съёмная квартира Главное, чтобы там было хорошо Чтобы забота была, тепло А остальные стулья, шкафы, люстры заработаете, в конце концов Подробное здоровье и желание Всё остальное дело наживное Астрологически вам больше подошла бы Яна? Не буду сейчас описывать все хитросплетения То вам с ней было бы действительно проще Но иногда проще не значит справедливее Я тоже согласна с моими коллегами Что вам нужно выбрать именно Алёну Потому что и по справедливости, и по личному притяжению Это ваш человек И я думаю, что спустя годы вы можете это доказать Проходите, куда вы решили пойти Мы не знаем, выйдет Геннадий один или с избранницей Я приглашаю всех, выходите Давайте его поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Спасибо Очень приятно, что вы меня выбрали И надеюсь, мы с вами построим серьезные и долгие отношения Спасибо Мне тоже очень приятно Просто выпуски на концу У нас есть пара Геннадий и Алёна И поздравляет Влада Дэнс Спасибо за просмотр! Ты веселый парень, ты прекрасней всех Нас соединила ночь земных потех Светлые кварталы и яркие огни Все это наши танцы сказочной любви Где мы с тобою, где мы с тобою одни? Одни с тобою, одни с тобою, пойми Ты ведь вновь, я ведь вновь, девочка, ночь меня Называй и город любви, ты приглашай Внешну, прошу, меня обнимай Ты ведь вновь, я ведь вновь Больше другими ты не гуляй Не говори, никогда мне прощай Я ведь вновь Я ведь вновь Не говори Продолжение следует...